Доброе всем утречко! Мы сегодня с Кирой чуть-чуть проспали, потому что меня сегодня с утра разбудил котейка с самого вороня. Я так спать хочу, не могу. Я взяла телефон и пошла ему кушать давать. И почему-то я не включила фонарик, а просто начала на этом телефоне тыкать пальцем. Короче, начала с утра звонить людям по вайберу. Уже с утра извиняюсь, что это было не я, это был мой сон. Поэтому всем сори, я не хотела вам в 5 часов утра никому звонить. Кирюшка тут уже собирается в школу, расчесывается. Говорит, мамочка, уже волосы стали хуже расчесываться. Сегодня она уже идет в волосинах и в своей рубашке, потому что у нас на улице как-то странно похолодало. Да, котенок? А можно? Только не зевай. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. А можно сделать крупную мальвинку, то есть я делала вот здесь много вот так вот забираю и делаю так. Зайка, я не знаю мальвинку, я думаю, что вообще не стоит делать. Давай не сегодня. Ну, что, снег греет. Давай не сегодня. Так, снег, отстань! Да что ж ты сегодня какой-то утром слишком агрессивный? На улице похолодало, и кот почувствовал класс и свежесть. Отстань! Додься, давай не сегодня. Иди пока умывайся. Чаечек тебе малинка. Я уже потянула глаза, потому что я туда ласенько попала. И там же ничего нет. Давай-давай, умываться обязательно. Так, и печенюшки тебе. Снег, уходи, пожалуйста. Я тебя прошу, не сейчас. У нас сейчас с Кирой очень отважное дело, которое нужно быстро сделать. Это называется завтрак. Ой, иди воды тоже попей. Так, я себе тоже уже кофеек приготовила. Поэтому... Поэтому, поэтому мы будем завтракать. Кирюша, ты опять возле зеркала. Давай вперед, надо умыться. Ай, ну больно, ну мама. Нет, это не больно, а это сильно. Давай вперед. Могами не спиваешься. Прям в голову. Затеваешься прям в голову. Могами не спиваешься. Так, бегом. Боже, какой у меня бредный ребенок иногда бывает по утрам, когда мы обе не выспимся. Знаете, как это две мегеры с утра проснулись и начинают ту-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Одна бубу, вторая бубу, третья бубу, четвертая бубу. В общем, ладно. Ребят, мы завтракаем. Ко мне сейчас снова придут с утра. Поэтому я Кирюшку отправляю быстро в школу. Начинаю себя готовить в порядок. Приходят строители, начинают что-то еще сегодня делать. И потом еще надо сегодня поехать купить линолеум. Я, кстати, еще пойду сегодня посмотрю линолеум у нас возле дома. Возможно, я там его найду, чтобы не ехать в эпицентр. Ну, в общем, посмотрим. По крайней мере, он мне сегодня уже нужен. Все. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы будем завтракать. Так, Кирюшенька, допиваю чаечек. Заплылаю сегодня колосочки, как смогла, на быструю-быструю руку. А ну, повернись, посмотрю на тебя спереди. Неплохо, нормально. Все. Котенок, рюкзачок. А ты какие кроссы одеваешь сегодня? Черные? Нет. Вот эти блестящие? Да. Вот эти страшные? Да. Ужас, давай их помоем. Мам, восемь часов. Вон, кеды лучше тогда одень. И то будет лучше. Давай. Белые, белые. Вон они лежат. За мешком. Собрались, оделись. Все. Рюкзак бери, зайка. Давай сюда этого чудика черного. Да подожди ты, Господи. Маська, Маська, бери. Не кусай. Рюкзачок. Я за тобой приду в 2 часа, Кир. Тебе телефон отдам, и ты поедешь на день рождения. Окей. И ему Тёмку. И ему Тёмку. И ему Тёмку. Так. Тихо. Не хочет он Тёмку. Хочется. Не кусай. Отвернись от меня. Так, всё, беги. А то опоздаешь. Люблю тебя. Пока-пока, Котя. Пока. Кирюшенька убежала, и я тоже начинаю быстро-быстро делать все свои дела. Там как раз у меня загружается влог. Думаю, пока я тут себя в порядок приведу, уже и влог загрузится. У нас на улице нереально сегодня похолодало. Я даже, на самом деле, потеряла свой телефон. Вот. И не знаю, какая погода. Вчера была просто жара. Сумасшедшая была жара. А сегодня уже, чтобы вы понимали, 13 градусов тепла. Вчера было 30 градусов тепла. В общем, прикол, приколович. И Кирюшка сегодня после школы ещё идёт на день рождения. Не знаю, конечно, как это день рождения. Мы, кстати, подарок даже не купили. Я вообще не успела ничего сделать с этим ремонтом. Но я позвонила, сказала, что подарок с нас чуть-чуть попозже будет. Потому что никак у меня сейчас не получается. Я вчера должна была ещё к врачу идти. А, сегодня? Нет, вчера. Да, вчера же был вторник. Вчера должна была идти ещё к психологу. Опять же таки, к нему не попало. Потому что просто не могу вырваться из квартиры. Вот. Сегодня зайду после школы. Заберу у Кирюшки рюкзак. Отдам ей телефон, чтобы она смогла ехать на день рождения. Её забирают, и они уезжают на день рождения. Вот такие-то дела. Да. Всё. Я себя приводить в порядок и делать дела. В общем, как вы поняли, мой ремонт продолжается. Сегодня уже делают пол. И сегодня уже новый день. Вчера я, на самом деле, так сильно уже устала. Кирюшка после дня рождения приехала очень поздно. Сделала уроки, и мы легли спать. Сегодня сейчас вот уже мне стелят пол. Будут красить стены. И половина будет уже готова. Я иду сейчас за Кирой в школу. Заберу её. Придём домой, сделаем уроки. И дальше не знаю, в общем, что она будет делать. Может быть, пойдёт на улицу гулять. Может быть, будет мне помогать. Хотя я не хочу, конечно, чтобы она мне помогала. Она только ходит и на самом деле мешает. Тут все говорят, почему, почему. Да потому что мне надо всё делать самостоятельно. Я не хочу, чтобы она ходила, мне мешала. Сделают уроки, да выгоню её на улицу. Всё. В общем, надо топать. И ещё надо купить что-то домой, перекусить. Потому что дома полный-полный ноль. А ещё желательно что-то такое купить. Быстрого приготовления. Наверное, сейчас просто куплю мивинку. Да мы с Кирой пообедаем. Потому что плита отключена. Воды нету. В общем, жизнь на коробках просто красота. А жить в ремонте ещё лучше. Забрала я уже Кирюшку. И мы, как всегда, в магазин зашли. Зачем? А, сока нету. Что вообще? Бери большой. Бери большой. Да. Это только какой-то апельсиновый, персиковый нектар. Берём? Да. Или чистый апельсин? А мне всё равно. Мам, можно маленькую пачку? Нет, идём. Ну, пожалуйста. Нет, я тебе говорила. Сухариков раз в неделю. В понедельник уже прошла. Нет, не прошла. Давай, давай, топай. Нельзя. Дома есть вкусные палочки, хрустики. Типа сухариков в холодильнике лежат. Скупили с Кирюшкой мивину, сок. Сухарики не купила, кстати. Хотя она сильно просила, но я сказала нет. Раз в неделю. А говорит, хочет сильно спать. Конечно, вчера прийти домой. Во сколько? 21. Вот. После этого, конечно, спать хочется. Потом ещё пока уроки сделали. Пока к сну приготовились. 21. Ученик, не будешь спать. Угу. Ты легла вчера, по-моему, к часам 11, если я не ошибаюсь. Сегодня, конечно, хочется. Мне тоже очень хочется. У меня ещё просто тело невероятно сильно, Кира, болит. После вчерашних подъёмов, спусков. Но уже круто. Уже там пол почти положили. Сейчас ещё чуть-чуть покладут линолеум. Ты знаешь, как я вчера устала. Ещё плюс не успелась. Я вчера прыгала на батуте целый день. Кстати, как на день рождения-то всё-таки было? Я вчера так тебя и не спросила. Круто. Круто было? Угу. Это хорошо. Там лабиринты, проходишь, всякие стуки. И мы все кубики, из всех кубиков, построили дом. Класс. Пустой бассейн. Вот эти мягкие кубики, в которых ты с батута прыгал. Ага, ага. Мы все до единого. А потом нам пришли и сказали, быстро всё положили обратно. Мы такие плак-плак. Мы туда как-то залезли и легли. Круто. Там очень тяжело было проходить через эти кубики. Ещё теперь знаешь, что надо будет сделать? Теперь, когда у нас закончится ремонт, нужно будет поехать всё-таки подарок купить. Мы что, без подарка на день рождения пошли? Ну да. Вот. Очень некрасиво. Но так бывает. Я предупредила, что мы будем без подарка. Сейчас уже ремонт закончится. Когда поедем за собаками, заедем в лавину, купим какой-то подарочек и уже Людочке подаришь. Кстати, Люда, с тобой в одной школе, да? Да. Вот. Поэтому как раз будет очень удобно. Взяла, подарила и всё. Ладно, ребята, мы идём домой кушать, делать уроки. И делать ремонт. Так. Сейчас Кирюшка увидит, что у нас там происходит. Заходи. Ага, аккуратно. Закрывай дверки, а то места вообще нету, где развернуться. Так, бери рюкзак и заходи. Не снимай обувь. Забегай. О, какая тут у нас красота. О, а здесь вообще красота, красотища. Так. Не, зайка, вот это вот мы убираем. И давай сумочку тоже сюда. Это мы тоже вот всё сюда ставим. И ты моешь ручки. Я тебе сейчас кушать делаю. И пытаемся как-то приготовиться. Вернее, не приготовиться, а сделать уроки. Кирюшка делает уроки. Давай, давай, Дотса. Тебе, слышишь, по природе что-то задавали? Ты сказала, что-то нужно прочитать. Нужно, да? По природе. Угу. Ну, вот завтра у тебя природа. Давай, в общем, доделай, пожалуйста, математику. Вещи свои, пожалуйста, на место тоже. Потому что тут и так кипишь, ещё и твои вещи на столе висят. Снег, а ты что пришёл ко мне в гости? Весь белый. Белый-белый. Ты уже как настоящий снег скоро будешь. Из чёрного кота превратишься в белого. Я же ещё не читала природа. Нет ещё? Ну всё, тогда доделывай математику. Там тебе осталось два примера. Вперёд. В общем, Кирюшка доделывает уроки. А у меня там уже такая красота намечается. Мне так уже нравится. Уже совсем-совсем близко окончание. Ой. Я прямо уж в предвкушении. У меня, видите, уже даже улыбка на лице появилась. Потому что я уже безумно-безумно хочу, чтобы это всё закончилось. И вот это вот тоже, чтобы тоже всё закончилось. Потому что уже нету никаких сил это всё терпеть. Так что сегодня я покажу, какой результат за сегодня у нас уже получился. Чуть попозже. Ну всё, на сегодня закончились кое-какие работы. И у меня сейчас вот так вот творится на кухне. Вот такая вот плиточка. Здесь уже первый слой есть краски. Куда фокус потерялся? Вот первый слой уже есть краски. Здесь уже начали немножко красить. И вот такой вот линолеум. Ещё завтра будут красить здесь. Потолок где-то будет через неделю, потому что он будет натяжной. Вот это всё покрасит. Вот это покрасит. И вот эти вот откосы. Где свет? Что ж такого, я не могу показать. Вот эти вот коричневые откосы, их тоже будут красить. Ну, в общем, уже что-то... Что-то есть похоже на ремонт. А я сейчас иду за средством, чтобы помыть мойку. Потому что она у меня очень-очень грязная. И, короче, она ещё и сломалась. Вот. Поэтому сейчас я иду за средством. Куплю средство, её отмою. Завтра мне её будут чинить. И завтра уже буду доделывать всё остальное. Вроде бы, как сказали, что завтра уже последний день. Я просто на это надеюсь, потому что я уже реально не могу. Уже всё. У меня уже нет никаких сил. Кстати, двери здесь у меня на кухне не будет. Будет просто вот такой вот проёмчик. Его завтра мне сделают красиво. Ну и потом, после кухни... А, здесь тоже мне подклеят обои. Потому что их сняли. Здесь всё красивенько. Завтра заделают. И будет полностью всё готово. Потом у меня пойдёт коридор. Тоже здесь его мне переделают. Но что, как бы мы его ни делали, он реально уже плохой. Хотя вот эти обои мне очень сильно нравятся. Не знаю, почему говорят, что они не подойдут. Мне нравятся эти обои. Возможно, я их ещё второй раз поклею. Потому что они реально... Мне очень-очень нравится. И потом пойдёт комната. Но комната пойдёт после того, как я здесь всё это уберу. Уже просто не могу на это всё смотреть. И, кстати, кухню я тоже хочу купить новую. Почему? Потому что мне эта кухня сейчас не нравится по цвету. Я хочу, чтобы кухня была тоже в белых... В светлых тонах. В общем, ну, пока так. Пошла я, в общем, в магазин. Куплю средства. Потому что надо отмыть. Боже мой, маникюр опять уже ушёл куда-то далеко. И надолго. В общем, пошла я покупать средства. Мыть мойку. И немножко здесь поубираю. Чтобы я уже немножко понимала, что завтра уже конец. И... И всё. И можно будет всё развешивать. Хотя мне сказали, что ещё когда потолок будут делать, то снова будут всё снимать. Да. Вот. Но я надеюсь, что это будет не так страшно. Не так ужасно. И не так плачевно. Конечно, хотелось бы, чтобы они вот сейчас пришли. Сделали мне потолок. И я уже была полностью свободна. То есть, завтра бы закончили уже ремонт. И я уже всё вывешивала бы. Но нет. В общем, потолок надо ждать по времени. И так мы там записаны без записи, грубо говоря. Поэтому надо немножко времени для потолка. Ну, а комнату я уже буду делать не сразу. Нет, я немножко отойду от кухни. Потому что это очень тяжело. Комнату я буду делать, по-моему, я уже говорила, на Кирюшкиных каникулах, на осенних. Я уже сразу, наверное, сделаю и комнату, и коридор. Мы просто отсюда съедем. Здесь всё сделают. И мы сюда въедем. Вот таким вот образом это будет. Я больше не хочу жить в ремонте. Тем более, если это всё будет в комнате делаться, то здесь будет всё полностью двигаться. И всё полностью выноситься на кухню. Ну, по крайней мере, то, что смогут они вынести. Например, там тумбы будут выноситься. Вот, например, террариум будет выноситься. Кровать и диван, они будут просто сдвигаться вот так вот посерединке. Потому что в комнате будут делать только стены. Пол я трогать не буду, потому что пол у меня паркет. Я его не хочу трогать. Будут делаться только стены. И будет, опять же, таки натяжной потолок. В коридоре тоже там пока мы ещё думаем. Я ещё толком не придумала. Мне просто в коридоре говорят, чтобы я убрала вот эти вот тумбы, которые у меня здесь. Вот у меня здесь тумба, тут тумба и здесь тумба. А я говорю, куда же я их уберу? У меня эти тумбы, на самом деле, они меня очень сильно спасают. Потому что здесь у меня очень много места. Так как квартира маленькая, сюда помещается достаточно много нужных-нужных вещей. Например, у меня там аптечка, у меня там для шитья всё. Плюс у меня там разные зарядные устройства от всех гаджетов. То есть здесь достаточно много места помещается. Вот, например, здесь у меня вообще, посмотрите, почти пусто. То есть, как бы, нужная-нужная вещь. А здесь у меня просто счётчики. Вот, поэтому, как бы, я не знаю, я эту сторону не хочу убирать. Она очень чётко идёт. Но будем смотреть. А здесь я хочу сделать полностью, чтобы мне сюда пришли и вымерили, и сделали мне здесь шкаф-купе. Причём я его хочу делать вот именно вот по эту стенку. Вот так вот, чтобы был шкаф-купе. Здесь будет огромное зеркало. И раз-два, одвину, взял, что тебе нужно, и будет отлично. Плюс тут будут полки для обуви, полки для вещей, вот как у нас здесь стоит. И здесь ещё будут полки. Одна высокая, одна низкая. Это будет для Кирюшки и для нас. Для обычных вещей. Ну, в общем, типа какая-то такая мини-гардеробная. Вот такие вот у меня планы на первое время, на будущее. Но пока надо закончить всё-таки с кухней. Но мне кажется, получается очень даже ничего. Ну, в общем, потом результат я уже покажу. Потому что пока то, что я показываю, это маленькая часть того, что будет. Вот. Ладно, всё, я за средством. Потому что у меня там в ванне творится вообще полный, полный кипиш и дурдом. Я сейчас иду в магазин, хочу купить какой-то водички. И посмотрю, где Кирюшка. Домой я ещё пока забирать не буду, ещё рановато. Пол восьмого, вот, где-то в половину девятого она домой придёт. Приготовиться к школе. Ну, и мы с вами ещё встретимся. Посмотрим, как Кира готовится к школе. Не знаю, интересно, не интересно. Ну, в общем, пока так. О, кто-то звонит. Кстати, мне Кирюшка звонит. А, где мой телефон? А, вот он. Сейчас узнаем, что она хочет. Алло. Алло. Алло, мам, я ВТБ. А что ты там забыла? Ну, с подружками с компанией. Я поняла. Хорошо, Донка. А ты не знаешь, у меня есть ли картуские деньги? Я тебе сегодня уже сдавала. Не, ну, я понимаю, а вообще. А я не знаю, сейчас я посмотрю, побыть на связи. Окей, давай. Ой, Кирюшка, Кирюшка. Деньги хочет. Сейчас смотрю, Дотси. Так, 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 так. У тебя на карточке 20 гривен всего лишь. Угу. Ну, давай я тебе сейчас 50 гривен переведу, и всё, хорошо? Да. Всё, давай тогда. Окей, люблю тебя, давай. Ну, давай, пока. В общем, Кирюшка идёт в магазин, хочет купить какой-то вкусняшки, на самом деле. Дома её куча, ну, ладно. А я собираюсь идти в магазин, потому что поставила вермишельку, хочу приготовить. Вермишелька у меня есть, но нету никакой воды, как я уже говорила. Так, подтвердить. Всё, денежку Кирюшки перевела. Пошла я куплю водички обычные в наш супермаркет. Вот в тот вот новый магазинчик. Если там, конечно, есть вода большая, мне нужна бутыль. И буду готовить вермишельку. Приготовила салатик. И здесь у меня вермишелька с курочкой. Ждём Кирюшку. А вот и Кирюшка домой пришла. Как раз, наверное, почувствовала, что я кушать приготовила, поэтому она быстренько-быстренько пришла домой. Привет, мой Свет. Привет. Как погуляла? Нормально. Замёрзла? Это значит нет? Это круто. Так, значит, теперь у нас по плану что? Танцевать? Нет, давай сначала к школе приготовимся, а потом будем кушать. Я, конечно, уже всё приготовила. А, пожалуйста, пожалуйста, мам, на место. Я его трогать не буду. Мне его надо поставить на зарядку. Ну, хорошо, я поставлю. Это я у Кирюшки забрала телефон просто. Сейчас. Ну, давай. Что сейчас? У нас Кира, когда домой вечером приходит, я у неё сразу забираю телефон. Мы кушаем. Мы что делаем? Готовимся ко сну. Ой, сейчас. И к школе. Как-то там в ТикТаке лайки, она в Афишке сделает, так и так и делаешь, а потом иго-го. Иго-го. Так, давай лучше иго-го сразу же в рюкзак. Сок, конечно. Чего ты с горлом? Там остатки. А, ну, хорошо. Смотрите, у Киры её дневник пока такой. Почему тебе дневник до сих пор не выдали? Странно как-то. Мне кажется, уже... А ещё кому-то выдали уже дневник? Не знаешь? Вообще никому. А что у нас завтра за день? Пятница. Как-то у тебя странно так расписать. Смотрите, здесь вторник, здесь четверг, здесь понедельник. А здесь вообще пятница. Природа. Бери рюкзачок, я тебя буду читать. Ты будешь сложить. Нет, Кира, выключай. Алло. Нет. Не совсем. Я сейчас заканчиваю уроки. Давай. Выключай, выключай телефон. Сразу же полностью выруби. Стой. Давай. Сейчас сделаю накатик. Снежочек тебе, конечно же, будет помогать. Рюкзак, Кира. Сейчас. И какого? Не мучай моего маленького сняли. А он меня не мучает каждый день? А ты его на руки взяла специально? Конечно, он тебя будет мучать. Он ко мне приходит. Страх ему грызет. Все она грызет. Вот так, Темочки, Темочки, Темочки. Муа. Так, все. Поехали. Клади кота. Поехали. Природа. Рюкзак. Рюкзак. Боже, что у тебя там в рюкзаке? Подоставай, что там тебе не нужно. Тяжелый? Конечно, тяжелый. Ты тут, наверное, все учебники носишь. Так, давай. А что вы сегодня делали на трудах? Тут есть, что вы делали сегодня? Ой, нет. Нету? Мы повторяли правила. А на рисовании? Тоже. Мы просто повторяли правила. Рюкзак. Есть, математика. Тоже есть. Я у Свити, или я в Мире. Еще не выдали вам, да? Да. И физкультура. Два урока. Ну да. Три урока, а физкультура не считается. Ну, физкультура тоже. Физкультура у тебя... Кстати, нужно тоже сложить ее. Пенал. Все, тут есть. Все есть. А где твоя физкультура? Снег, что ты там делаешь? Все бронет. А где она, физкультура? Кирюшка, а где физкультура? Пошли мы в физкультуру. Только, Кир, по-моему, там в физкультуре у тебя нету лосин никаких. Держи. Да, нет. Я их как раз постирала. Что будем делать? Они не успеют высохнуть до завтра. А где твои еще одни лосины? Я не могу найти твои вторые черные лосины. Я, короче, не могу найти твои наушники AirPods. Не могу найти лосины. Где все это делать? В общем, там есть надпись. Да. Так мы их выбросили. А тут три дырки было вот так. А-а-а. И что теперь делать? У тебя вообще нет никакой формы. Представляешь, я тебе не купила формы. Я только постирала их, Дотс. Они реально только постиранные. Только повесила. Слушай, тогда возьми, знаешь, какие? Вот сюда залезь в шкаф и возьми темный джинс лосины. Будь тебе на физкультуру. Давай. Так, физкультура есть. И рюкзак тоже готов. Ну как, есть лосины мы взяли вообще любые? Да, которые у нас были сухие. На самом деле просто вот реально нету лосин. Как-то я с лосинами немножко профукала это дело. И сегодня постирала те, которые Кирюшка должна была идти на физкультуру. Дело в том, что я просто не знала, какие у нее уроки. И так получилось. Ладно. Переживем. Все? Да. Отлично? Тогда пошли кушать. Дери тарелки. Вот, я тут все смотрю дело, и я ужасаюсь. Принцесса тарелок. Круто. Идем ужинать. На нашей почти новой кухне. Правда, без стола. Кстати, Кира, ты знаешь, что у нас стола нет? Я-то стол же выкинула. И теперь у нас нету стола. Ну, холодильник, да. Вот стола у нас нет. Потому что тот стол, который у нас был, я, в общем, его выкинула. Ну, как, еще до конца не выкинула. Там половина осталась. Но у меня его заберут. И у нас, получается, на кухне сейчас абсолютно нету стола. Теперь мне его нужно купить. Но зато есть холодильник. А, и ты мне наступила на ногу. Да, это ладно. А зато у Кири самое главное холодильник. Ну, в общем. А мне, на самом деле, главное стол. Потому что кушать-то на чем-то надо. А я вижу, как ты его обнял. Твой любимый холодильник. Наступила мне так на ногу, а мне так больно. А, извините. В общем, ладно, ребят, мы будем ужинать. Мы будем ложиться спать. Всем спокойной ночи. И всем на сегодня... Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...